Ведущие мировые средства массовой информации не прекращают публиковать материалы и прогнозы относительно спада мировой экономики и неизбежности рецессии в ряде крупнейших экономик мира. Фьючерсы на нефть марки Brent приближаются к локальному минимуму нисходящего цикла, что указывает на преобладающую нисходящую динамику среди участников рынка. Стабилизация цены ниже уровня 77 долларов в течение дня может свидетельствовать о продолжении нисходящего тренда. Тем не менее, остается риск отскока цены от уровня 77 долларов с последующим частичным восстановлением стоимости актива. Также в центре внимания оказывается визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию, в ходе которого наверняка будет обсуждаться ситуация на нефтяном рынке. Маловероятно, что сразу же последуют какие-то заявления и комментарии. Однако уже в скором времени могут появиться слухи о новой договоренности между Москвой и Риадом относительно дальнейшего сокращения объемов добычи нефти. Вполне возможно, что подобные слухи будут активно распространяться в случае дальнейшего снижения стоимости черного золота. Ведь Российская Федерация и Саудовская Аравия заинтересованы в более высоких ценах и будут пользоваться своим положением крупнейших поставщиков, чтобы как-то повлиять на рынок. Хотя доллар и продолжает постепенно расти, золото пока сохраняет относительную стабильность, продолжая торговаться в районе 2030 долларов за тройскую унцию. Учитывая, что наиболее вероятным развитием событий сегодня является как раз некоторый отскок на валютном рынке, золото вполне может даже подняться чуть выше данного уровня. Однако, скорее всего, это будет лишь временным явлением. Для золота гораздо важнее политика ключевых центральных банков, чьи очередные заседания уже не за горами. И вполне возможно, что вплоть до середины следующей недели ситуация по золоту останется неизменной. В России рынок явно пытается показать Банку России свое несогласие с проводимой регулятором политикой. Стоило вчера представителям Центрального банка обмолвиться о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, как рубль стал активно терять свои позиции. Если Банк России ставит во главу угла борьбу с инфляцией, то крупные инвесторы указывают на разрушительные эффекты для экономики от высоких процентных ставок. И пока между регулятором и бизнесом нет взаимопонимания, рубль, скорее всего, будет терять свои позиции, а моменты его роста будут носить исключительно временный и локальный характер. На графике мы видим, как доллар по отношению к рублю продолжает восстанавливать ранее утраченные позиции. Котировка уже достигла отметки в 93 рубля, что дает суммарный рост практически в 6% относительно локального минимума. Однако смена торговых интересов может возникнуть лишь в случае стабилизации цены выше 95 рублей. Это укажет на возможность завершения действующего на рынке коррекционного цикла. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok